Смотрите видео о том, как следует трактовать, в частности, слова Сергея Павловича Королева об атоме водорода, как о безоболочковом дирижабле, который еще в 70-х годах вдохновили меня, тогда еще выпускника МВТУ имени Баумана идеей создания космического дирижабля. Идеей, которая на самом деле является только частью того, что вытекает из эффекта Ярковского, озвученного еще в 1900 году, но официально и то только ограничено признанного совсем недавно. Тем, кого интересует проблема возрождения, в частности, дирижаблестроение в нашей стране стоило бы обратить повышенное внимание на то, что на самом деле у нас уже давно создан космический дирижабль, точнее, его модель, здесь показанная внутри защитного корпуса, которую, опять же, уже давно можно было бы запустить в космос. Но, как это ни парадоксально, ее создатели всем этим просто не хотят заниматься. Их интересует только лишь проблема создания аккумулятора для водорода. Дело в том, что для превращения аккумулятора для водорода в водородный космический дирижабль надо, в частности, хотя бы материал капилляра заменить на уже имеющийся более прочный, пусть даже чуть более плотный, материал, естественно, желательно, еще и с увеличением габаритов, например, до уровня тех американских моделей, о которых речь пойдет дальше. Американская частная компания Sierra Space проводит тестирование надувного модуля своей будущей орбитальной станции в масштабе 1 к 3, которую разорвало при давлении около 13 атмосфер. Испытание под давлением является первым из серии испытаний, которые необходимы для сертификации. Предполагается, что модуль Life TM можно будет запустить на обычной ракете и надуть на орбите. После развертывания он будет иметь высоту с трехэтажное здание, диаметр чуть более 8 метров и сможет вместить экипаж от 4 до 12 человек. Для того, чтобы достичь таких прочностных характеристик, ученые использовали оболочку из тканевого переплетения Vectran. Чем, кстати, подтвердили и те выводы, которые привели к созданию у нас аккумулятора водорода на основе использования капилляров из армоса, имеющего примерно такие же характеристики, как и Vectran. При этом следует подчеркнуть, что Длина капилляра здесь 4000 метров и могут наматываться аккумуляторы 30-40 километров длиной. Капилляры имеют внутренний диаметр 200 микрон и давление, которое создавалось в таких капиллярах на установке сверхвысокого давления водорода, это 2300 атмосфер. Попытку совозродить у нас дирижаблестроение было бы просто глупостью, если бы по результатам упоминающихся испытаний создатели принципиально новых дирижаблей не взяли бы курс на радикальное облегчение, по крайней мере мягких дирижаблей на основе использования не только армоса и Vectrana, но имеющего в 1,3 большую удельную прочность полимера Zeylon, в том числе и для создания летательных аппаратов легче к гелии, если пользоваться привычными для воздухоплавателей понятиями. Но при этом следует подчеркнуть, что этот курс сам по себе был бы бесперспективным, так как, например, американские спутники-баллоны, по сути, являются как раз такого рода сверхлегкими аппаратами. Но их появление, как, собственно, и появление такого же рода сверхлегких стратостатов и шаров, в общем-то, чем-либо принципиально новым для научно-технического прогресса не обернулось. Как, если быть честным, собственно, и появление тех же дирижаблей, которым, конечно же, не просто так исчез интерес в конце 30-х годов. Что однозначно означает как раз то, что возрождать дирижаблестроение, конечно же, надо. Но именно в таком виде, о котором речь идет здесь. В виде сверхлегких летательных аппаратов, но содержащих водород на уровне 50% и выше, то есть в виде таких летательных аппаратов, которыми являются подавляющее количество космических тел. И именно такими летательными аппаратами были бы те модели надувной орбитальной станции, которые испытывались американцами, но только лишь в том случае, если бы они были наполнены водородом. И, конечно же, их в этом виде использовать надо не для разрушения или же взрывов. Так или иначе, ведь надувные космические аппараты – это те же мягкие дирижабли, которым не нужны громадные стабилизаторы и прочее. Именно такого рода наиболее современный водородный, то есть капиллярный дирижабль, наполненный под давлением порядка 14 атмосфер, при котором соответствующий летательный аппарат был бы также независим от природных условий, как и летательный аппарат тяжелее воздуха, позволяет вместо аэростатической силы развивать на основе эффекта Ярковского примерно такую же силу. Причем, такую силу, которая не уменьшается с высотой и позволяет вывести этот летательный аппарат на высоту, превышающую 100 километров. Чтобы двигаться на ней, в частности, как орбитальная станция, но со значительно меньшей скоростью, естественно, и с полезной нагрузкой, но, конечно же, на большей скорости. Безопасность и надежность такого рода дирижабли была бы как у такого рода аккумулятора водорода. Да, еще в начале 20 века и при повышенном интересе к воздухоплаванию на основе идеи Ярковского о развитии космическими телами собственных реактивных сил могли появиться и космические дирижабли. Но возможность это была проигнорирована под воздействием вполне определенных рыночных реалий. И весь 20 век витающая в воздухе идея непосредственного использования природных реактивных сил всерьез не воспринималась, несмотря на то, что к ней так или иначе обращались даже многие наши выдающиеся ученые. И даже Сергей Павлович Королев, по сути, обеспечил доставку на Луну двух вполне реальных дирижаблей, наполненных гелием. Правда, использовались они как амортизационные баллоны, позволившие обеспечить мягкую посадку Луны-9, но у них не оказалось даже простейших датчиков, чтобы можно было оценить их поведение именно после осуществления мягкой посадки. И вот сейчас можно констатировать, что у нас, тем не менее, появилась вполне реальная модель космического дирижабля, которую можно было бы даже непосредственно использовать для демонстрации возможности безрасходного проникновения в космос. Но что-то не прослеживается такого человека как Королев, который взялся бы это осуществить. Благо, это можно было бы сделать без особых проблем. Тем более, что ему было бы под силу потягаться на этой основе даже с маском, в том числе и в плане зарабатывания денег. Но уж в том, что из-за нашей чрезмерной заорганизованности в области внедренческой деятельности, космические дирижабли опять могут стать неприятной неожиданностью для нас, я уже почти что не сомневаюсь. И именно потому, что как раз я и сделал уже достаточно много для того, чтобы они смогли бы стать Кузькиной матерью для наших врагов. Продолжение следует... Продолжение следует...